Сочи не первый раз встречает гостей, в том числе из-за рубежа. И, конечно, не ударить лицом в грязь – главная задача принимающей стороны. Глава города, всегда призывающий людей к чистоте, в очередной раз просит горожан оглянуться по сторонам. 10 июня объявлен общеградским субботником, ответственным назначен Мудин Чермит, заместитель главы города. Все управляющие компании должны стать организаторами субботней уборки, в том числе и члены Советов ТОС. Поэтому просьба, чёткий порядок проведения субботников должен быть у каждой управляющей компании и у каждого ТОСа. Это нужно сделать завтра до конца дня, для того, чтобы мы могли иметь день в резерве, для того, чтобы отреагировать на эту ситуацию, подготовить, заказать и так далее, и так далее. Я имею в виду и технику, и строительный материал. Надо подводить итоги, как управляющие компании отнеслись к этой работе, и как председатели ТОС к этой работе отнеслись, и какой результат. Если мы этого не делаем, то и одно и то же, как я уже сегодня, с чего я и начал, что одни и те же приходят, одни и те же стараются, делают, а другие вообще к этому делу считают, что это не их дело. Но если не их дело, и результата не будет. Глава города призвал сочинцев убраться исключительно в своих дворах. В субботу обещают хорошую погоду, в отличие от сегодняшней ночи. Под утро ожидается гроза, кратковременный, но очень сильный, местами залповый дождь. В администрации объявили режим чрезвычайной ситуации на случай, если будет резкий подъем к уровню рек. Организована круглосуточная работа штаба. Все городские службы, спасатели, пожарные, полиции переведены на усиленный режим работы. Особое внимание уделено руслам рек. Управляющим компаниям дано задание сегодня прочистить ливневки. Также оценить их пропускную способность на федеральных и краевых автострадах. Особенно на готове должны быть те, которые в подтопляемых территориях. Возможны смерчи в таких условиях. В общем, принять все меры. Они нам известны. Что касается глав районов, то на КЧС проведете, определитесь с предполагаемым переселением, если оно понадобится, эвакуацией. Готов со мной уточнить списки. Те, кто маломобильные группы, стояки, зенойки и так далее. Во-первых, уточнить, а во-вторых, знать, кто все-таки окажет им помощь. По возможности, сочинцев просят не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями. Следует воздержаться от выходов в горы. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010. Но не погода пошумит, а летний сезон уже стартовал. Вновь на планерке говорили о пляжных территориях. О том, что и с некоторыми арендаторами пришлось в срочном порядке расторгнуть договор, и вот новые спешат благоустроить пляжи. Не везде еще достаточно уютно, только к субботе придет пляжное оборудование, но в управлении курортного дела и туризма отмечают до массового заезда курортников, сочинские пляжи будут выглядеть идеально. Также глава города напомнил Тососамс, что все пляжные территории муниципальные, за исключением пляжей в ведомственных санаториев. Поэтому доступ людей везде должен быть свободным. Напомнил также глава города о том, что сами люди теперь уже должны беспокоиться о чистоте моря, давать информацию о тех объектах, которые не подключены к городской канализации, о тех жителях-нарушителях, которые игнорируют закон и сбрасывают сточные воды в ливневке. Я к чему призываю, что времена сейчас наступили просто-напросто достаточно сложные. Все кажется, представьте, в запахе, какой мы подвергнемся критике. Извините, мы кладем огромные деньги в то же ЛАО, восстанавливаем набережную, восстановили огромные деньги, вложили, и вдруг жители опять. Для них же это все. На курорте проведена большая работа по канализованию. Остались сточечные объекты. Пока еще вызывают беспокойство городских властей места выхода рек в море, например, у рек Сочи, Вещанинка, ЛАО. Там будут регулярно проводиться заборы проб воды. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Убирая среди туличные именно выхода.